привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе на фон фейс из-за некоторой схожести с корн на ранней стадии ее карьеры это вашингтонскую команду иногда относят к нью-металлу однако правильнее было бы определить творчество нас инстейс как альт-металл проект начал функционировать в первой половине 90-х со стартовым составом из дэвида габбарда вокал тома максвилла гитара билла гала бас и криса хаука ударные собранная по инициативе барабанщика группа началась джемов где исполняла каверы sound garden эллисон чейнс джейнс дикшен однако найденный по объявлению в журнале rocks magazine гитарист притащил с собой и парочку оригинальных вещей первая версия нас инфейс записала несколько демо но когда наметился тренд от ранней смеси гранжа и хардро к более тяжелому направлению дэвид покинул состав тем временем том услышал мэтта холта из группы ингриди энд 17 и уговорил коллег перетащить этого вокалиста в их компанию в 1995 обновленная команда своими силами выпустила дебютный альбом а на следующий год на нее вышли представители инди-лейбла десайт предложившие музыкантам свои услуги в результате первенец был несколько переработан часть треков перезаписали заново слегка изменив тексты к ним добавилось несколько свежих вещей и все это вышло в свет под названием пассифая данная работа поставила на фон фейс в один ряд скорн дефтонс и севендаст однако уровень популярности группы был гораздо ниже чем у вышеназванных исполнителей стараясь набрать очки коллектив активно гастролировал и привлекал слушателей энергичными концертами но в 1998 все же вернулся в студию альбом another guide to everyday atrocity обозначил заметные изменения в саунде и группу стали сравнивать уже не скоро или лимбискит а с такими коллективами как пантера прон или хелмет песни breath out villains и the sick стали концертными фаворитами а к распространению дисков подключилась фирма мэйхем рекордс к началу нулевых на сенсфейс переехали на твити рекордс где дебютировали с программой вайлэнс на данном альбоме ритвы стали более сложными в то время как музыканты могли комбинировать молотобойную брутальность пантера с гранжевой мелодичностью нир вайлэнс тоун темпл пайлотс или буш особо стоит отметить также вокальные способности холта который мог легко погроулить а потом тут же запеть нормальным чистым голосом вайлэнс стал самым успешным релизом в дискографии группы и породив хит блида вошел в топ 40 списка hit seekers chart накануне записи диска у криса сильно поднялось кровяное давление и если с сессиями он еще справился то отправляться в турне медики ему запретили в итоге халку пришлось уйти а его место занял томми сиклс из тех же ingredient 17 также в 2001 сбежал и гал но в отличие от барабанщика спустя несколько месяцев он вернулся на свое место очередной студийник появился на свет три года спустя причем включавший в себя добавки хардкора и трэша скелетонс получился наиболее диверсифицированным на этом альбоме можно было встретить как весьма брутальные вещи типа all cut up и i wish i was a communist так и довольно мелодичные треки вроде бенис и сишин в том же 2003 команда стала участницей тура ос fest но уже в феврале 2004 внутренние музыкальные разногласия при отсутствии надлежащей поддержки лейбла привели к распуску проекта первая попытка возрождения наценфейс с джерри монтана на басу была предпринята в 2006 но после записи пары песен и клубного американского тура деятельность группы подзаглохла в 2008 команда реформировалась уже в классическом составе и хотя заявлялось о подготовке нового альбома обещания оказались невыполненными и запала на сенфейс хватило лишь на перевыпуск одноименного дебюта очередной распад отбил у музыкантов охоту к реюнионам а смерть метта скончавшегося 15 апреля 2017 года сделала нормальное воссоединение действительно невозможным